В скандале с допингом могут быть замешаны еще по крайней мере два российских спортсмена. Информагентство называет их имена. Это чемпион мира по конькобежному спорту Павел Кулижников и победитель Олимпиады в шорт-треке Семен Елистратов. В их крови выявлены следы мельдония. Это тот же препарат, который обнаружен и в допинг-пробах фигуристки Екатерины Бобровой и теннисистки Марии Шараповой. Шестая ракетка мира призналась, что много лет из-за проблем со здоровьем принимала лекарство мельдронат, действующим веществом которого как раз и является мельдоний. Об этом Шарапова заявила накануне на специально созванной пресс-конференции. Список запрещенных препарат попал только 1 января 2016 года. Спортсменку уведомили об изменениях по электронной почте, но Шарапова с новыми правилами так и не ознакомилась. Я сделала огромную ошибку и подвела своих фанатов. Я подвела спорт, которым занимаюсь с 4 лет и который я так люблю. Я знаю, что будут последствия, и я не хочу завершить карьеру таким образом. Я очень надеюсь, что мне дадут еще один шанс вернуться в игру. Марии Шараповой грозит дисквалификация на 4 года. Это если докажут, что теннисистка принимала лекарства, чтобы улучшить спортивную выносливость. Но возможно и смягчение наказания. Слушание по делу Шараповой состоится в Лондоне 23 марта, пока она отстранена от всех соревнований. Кроме того, с ней уже расторгли многомиллионные рекламные контракты 3 известной фирмы. Добавлю, Милдранат был изобретен в Риге 40 лет назад. Ежегодно его принимают около 2 миллионов человек по всему миру. Лекарство улучшает работу сердца и повышает работоспособность за счет того, что доставляет кислород в клетки. В России уже несколько лет он входит в список жизненно важных препаратов. Редактор субтитров А.Семкин